МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Антон Владимирович. Добрый день. Если позволите, давайте вот с чего начнем. За последние несколько лет, лет 10, наверное, по моим ощущениям, вот эти вот сроки подачи налоговых деклараций, сроки уплаты налогов, они не должны были меняться. Но я здесь не самый крупный специалист, потому что всеми вот этими делами у нас в семье занимается жена, и она следит за тем, когда и что нужно уплачивать. Так вот, эти сроки, они остались или они изменились за последнее время, потому что у нас в жизни как-то все меняется периодически? Давайте отделим, наверное, различные категории граждан. То есть есть граждане, которые обязаны представить декларацию, как вы правильно заметили, для которых существуют определенные сроки. Эти сроки на самом деле не меняются уже десятилетия. Срок представления декларации по форме 3 НДФЛ – это та декларация, которую представляют обычные граждане. Срок ее не изменился 30 апреля следующего года за отчетным налоговым периодом. Давайте разбираться. Сейчас у нас с вами идет 16-й год. То есть за 16-й год мы должны будем отчитаться до 30 апреля 17-го года. Абсолютно верно. Соответственно, этой весной мы отчитывались за 15-й год. Так точно. Речь идет, подчеркну, о тех гражданах, у которых есть обязанность по представлению такой декларации. Эта обязанность есть не у всех. А можно тогда, ну как проще будет сказать, у кого она есть, эта обязанность, или лучше у кого она нет, или как это лучше сделать? Самая массовая категория граждан, которые обязаны представить декларацию по форме 3 НДФЛ – это лица, получившие доход от реализации имущества, от доход, полученный в виде дарения, то есть подарки какие-то либо получили. Кроме этого, в эту же категорию входят граждане, из которых налоговым агентом, то бишь работодателем, не был по той или иной причине удержан, удержана сумма налога, то есть этим гражданам необходимо свои доходы задекларировать. А есть еще категория граждан, которые имеют право представить декларации, и речь идет о той категории граждан, которые хотят воспользоваться имущественными, либо социальными налоговыми вычетами. Вот, я это знаю, потому что я как-то пользовался этой вещью, то есть тогда я собирал вот эти справки у себя в бухгалтерии. Для этой категории граждан срока представления декларации нет. То есть, по общему правилу, три года за трехлетний период налогоплательщик имеет право вернуть излишнеуплаченные суммы налогов. Соответственно, за три предшествующих года, в случае, если три года назад у него возникло это право, то он может вспомнить об этом, подать декларацию и вернуть соответствующую сумму. Если позволите, давайте вот об этой части. Мы поговорим чуточку позже, и сейчас я все-таки разберусь с тем, что вы сказали. Итак, значит, до 30 апреля нужно подать декларацию, соответственно, и уплатить эти налоги. Или уплатить можно чуть позже? Уплатить можно чуть позже. Срок уплаты, причитающийся сумму налога, у нас установлен как 15 июля того года, в котором представлена декларация. Соответственно, в апреле я подал декларацию, ее проверили, ее посмотрели, сказали, все правильно, ты молодец, вот тебе бумажка, иди в кассу, оплачивай. За одним минусом бумажку вам никто не даст, иди в кассу, оплачивай, это уже ваша обязанность. Причем для того, чтобы оплатить соответствующую сумму налога, очень удобно воспользоваться сервисами, которых у налоговой службы сейчас предостаточно. Один из сервисов, он так и называется, уплатить налоги, то есть он позволяет заполнить платежный документ, ну, практически не зная никаких реквизитов, кроме своего домашнего адреса, и своих, собственно говоря, фамилий, имени, отчества. Давайте, и этот сейчас оставим пока немного вот таким законсервированным вопросом, к этому мы обязательно вернемся, чтобы я для себя понимал. Итак, если я продал недвижимость, допустим, в прошлом году, вернее, если я продам недвижимость в этом году, ну, чтобы не уходить, да, потому что до 15 апреля я должен буду подать там квартиру, машину, что-то еще крупное, если за меня не платили налоги, или если я рассчитываю на налоговый вычет, тогда мне, значит, к 30 апреля нужно как-то уже волноваться и что-то делать. Если вы рассчитываете на налоговый вычет, я еще раз подчеркну, по 30 апреля волноваться не нужно. А, по 30 апреля в первых двух случаях нужно, по 30 апреля волноваться не нужно. Вот теперь давайте разбираться с еще одним вопросом. Очень часто суммы налогов бывают, ну, достаточно приличными. Если по той или иной причине, у меня сейчас нету, вот так вынь да положь, необходимую сумму, могу ли я попросить либо отсрочить уплату, либо рассрочить уплату налогов? Такая возможность есть? Такая возможность, да, присутствует, то есть необходимо обратиться в налоговый орган. Я думаю, там пояснят уже квалифицированные специалисты, какие необходимы для этого документы и что нужно для этого. То есть главное, что такая возможность есть, а дальше уже нужно разбираться в каждом индивидуальном случае. Вот теперь давайте вернемся к сервисам, о которых мы с вами говорим. Вот эти сервисы, это только ли некая электронная составляющая, когда я захожу через компьютер в свой личный кабинет или на портал и так далее. Или, допустим, я могу этим воспользоваться через МФЦ, обратившись к специалисту там по месту. Или все-таки здесь это электронные сервисы компьютеров? Электронный сервис, но то электронный сервис, чтобы вы могли воспользоваться, не выходя из своего дома. Причем для граждан Российской Федерации, для лиц, которые подключились к личному кабинету, которые... Ну, через портал Госуслуг, допустим, или напрямую через налоговый орган. Для обычной физической лица. То есть все вопросы, связанные с исчислением имущественных налогов, все вопросы, связанные с представлением декларации формы 3 НДФЛ, все вопросы, связанные с возвратом и уплатой налогов, можно осуществить в этом личном кабинете. То есть даже ту же самую декларацию формы 3 НДФЛ возможно заполнить в этом личном кабинете. Причем заполнить ее довольно грамотно, потому что там сразу же отсекаются все ошибки, которые может гражданин по своей невнимательности или неграмотности осуществить. А то есть если там где-то что-то неправильно заполнилось, одну цифру пропустил, да, или что-то еще. Да, программа сразу же скажет, что так и так, поправьтесь, там и там у вас ошибка. На этом же сервисе можно будет и оплатить соответствующую сумму налога. Для граждан, которые изъявили желание представить... Сейчас, подождите, подождите, вы сказали оплатить я как-то. То есть я через электронные платежи могу, опять же, даже и в банк не ходить. Да, абсолютно верно. У нас заключено соглашение с более чем двумя десятками банков по электронным платежам. Соответственно, там же с сайта можно осуществить эту оплату. Вполне возможно это все сделать. Я помню, как не так давно, ну может быть, наверное, лет пять назад, общаясь с вашими коллегами, мы так активно рекламировали вот эту вот возможность, не выходя из дома, как вы сказали, через компьютер, через портал все это дело сделать, и говорили, давайте активнее, получайте логин и пароль, и все это делайте. Вы сейчас видите результаты этой работы? Стало ли больше людей вот таким образом общаться, бесконтактно общаться с налоговой инспекцией? Видим, и количество этих граждан неминуемо, я бы так сказал, растет и увеличивается. Чем это характеризуется? Ну первое, это на самом деле представление декларации по форме 3 НДФЛ. Очень удобная вещь, более того, я не отметил, что подав, представив эту декларацию через личный кабинет, гражданин видит все этапы проверки этой декларации. То есть также можно зайти и посмотреть, что декларация проверена, есть замечания, нет замечаний. Там же можно осуществить и возврат, собственно говоря, налога, указать свои реквизиты банковские, подписать электронной подписью, которая формируется, между прочим, также в личном кабинете, не требует никаких материальных затрат. Этой подписью, конечно, нельзя будет воспользоваться в каких-либо иных структурах, потому что она не квалифицированная электронная подпись, но ее достаточно для того, чтобы подписать свою декларацию и подписать заявление на возврат налога. Хотя можно, я так понимаю, получить более расширенную электронную подпись, там есть другая немножко процедура, но ей тоже можно пользоваться вот на сайте портала. Абсолютно верно. Ой, на сайте налогового. Да. И вторая составляющая личного кабинета – это общение с налоговым органом. То есть, ну, вопрос-ответ? Вопрос-ответ. То есть, не секрет, да, что есть определенные недостатки в учете объектов, там, в исчислении налогов, ну, от ошибок никто не застраховывал. То есть, все это дело поправить можно также путем обращения, которое направляется через личный кабинет. И ответ получает плательщик там же, в личном кабинете налогоплательщика. Тогда, если позволите, я вернусь в начало нашего разговора, когда мы говорили о рассрочках, о срочках и так далее. Вот такой вопрос-ответ тоже же можно задать через портал. То есть, опять же, в принципе, не нужно идти в налоговую. Там вы получите ответ, то есть, уже четкий ответ, какие необходимы документы. Возможно или невозможно предоставление этой срочки. Какое требуется соблюдение условий для этого? Поправьте меня, если я ошибаюсь, но вот на заре формирования вот этих людей, желающих общаться с налоговой через компьютер, можно было логин и пароль, мне так кажется, получить еще через почту России, то есть, там, сделав какой-то запрос определенный, или я где-то что-то путаюсь. Я путаю, да? Вы путаете с госуслугами. С порталом госуслуг. Абсолютно верно. То есть, здесь, в данном случае, все-таки зайти в какую-то налоговую инспекцию, близко рядом с тобой? Я поясню, почему. Это связано все-таки с соблюдением персональных данных плательщика. Налоговая служба, это, наверное, самое информированное, насколько вы понимаете, самое информированное ведомство в Российской Федерации, которое по функционалу своей деятельности знает довольно много информации о каждом физическом лице. И мы несем ответственность за сохранение этой информации. То есть, налоговая служба должна убедиться в том, что мы логин и пароль выдали именно... Что я, это я? Вам, да. То есть, мы должны убедиться посмотреть документ удостоверяющей личности и только после этого выдать логин и пароль. А если у меня уже есть взаимоотношения с порталом госуслуг, нужно ли мне отдельно что-то получать для вашего портала? Или эти два портала могут быть сопряжены? Эти два портала сопряжены, но все-таки логин и пароль необходимо будет получить налоговым органам. Первоначально. Вы знаете, есть еще одна такая вещь, связанная с телевидением. Даже если ты все-все-все знаешь о рынке рекламных услуг, то все равно лучше посмотреть рекламу на нашем канале, потому что какую-то дополнительную информацию ты обязательно узнаешь. Давайте посмотрим рекламу, а потом вернемся к нашим разговорам. Реклама на нашем канале. А мы продолжаем нашу программу. Еще раз хочу вам напомнить, что мы сегодня говорим о работе налоговых органов. Мы сегодня говорим о взаимоотношении, можно сказать, человека и государства, потому что налоговые органы представляют как раз именно государство. Если позволите, Антон Владимирович, мы в первой части с вами подробно поговорили о портале вашем, о портале налоговой службы, о том, насколько общение с порталом и регистрация на портале облегчает жизнь конечного потребителя, если можно так говорить. И все-таки я вернусь к старому доброму методу на бумажных носителях через Почту России. На протяжении последних лет я периодически получаю вот эти самые письма счастья, как их называют в народе, когда выясняется, что я должен уплатить тот налог, этот налог или что-то еще другое. В последнее время я слышал, что теперь отказывается налоговая служба от работы с Почтой России. Во-первых, не очень удобно, не очень быстро, не всегда доходят письма, и потом получаются там всякие разные казусы. Это действительно так? Вы не будете отправлять теперь на бумаге? Будем отправлять мы на бумаге, но поясню, откуда растут эти слухи. Вернемся к разговору про личный кабинет и про электронное взаимодействие. То есть те граждане, которые подключены к личному кабинету, то есть налоговая служба понимает, что если гражданин обращается к личному кабинету, у него есть возможность для электронного обмена, и тогда налоговые уведомления будут поступать налогоплательщику в этот личный кабинет. С моей точки зрения вполне удобно. То есть зачем идти опять-таки на почту, потому что уведомления у нас направляются заказным порядком, когда вы можете получить и распечатать это уведомление, даже не распечатывать его, а также осуществить платеж. Без бумаги вообще. Без бумаги вообще. В отношении тех граждан, которые к личному кабинету не подключены, налоговый орган также обязан направить в адрес налогоплательщика налоговое уведомление. Здесь немножко остановлюсь на сроках. Мы в самом начале беседы... 30 апреля, ключевая дата, я ее запомнил. 30 апреля, но существуют еще и сроки уплаты имущественных налогов. Вот они у нас на протяжении последних лет менялись. Менялись неоднократно. То есть если уходить далеко в историю, у нас раньше было два срока уплаты. 15 сентября, 15 ноября двумя сроками мы платили. Потом сроки устанавливали муниципальные органы. В каждом муниципалитете он был свой. После этого пришли к единому сроку уплаты. То есть все имущественные налоги у нас стали платиться первый раз по сроку 1 ноября. В прошлом году этот срок был установлен как 1 октября. В текущем году срок уплаты у нас установлен как 1 декабря. Текущего года мы оплачиваем с вами налоги за предшествующий период, то есть за 2015 год. То есть нужно понимать, что до 1 декабря необходимо оплатить имущественные налоги. Рассылка налоговых уведомлений налоговой службы уже начата. В обязанности налогового органа входит вручение налогового уведомления не позднее, чем за 30 дней до наступления срока уплаты. Речь идет о рабочих днях. Поэтому по сути каждый плательщик, который не подключен к личному кабинету, должен получить... Ну я уже что-то получал, по-моему. По крайней мере, мы с женой об этом говорили. Я же говорю, что рассылка уже началась, но крайняя дата вручения налоговых уведомлений, это середина, получается, у нас октября месяца. Середина октября месяца. То есть до этой даты налогоплательщик, по идее, должен налоговое уведомление получить. Если же по каким-либо причинам налоговое уведомление получено не было, то я все-таки советую обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения объектов имущества. Спросите, где мое письмо? Да, вам его распечатаю. То есть никаких проблем... Дальше заплатил налоги и спи спокойно. То есть это то, что... Еще одно, о чем я хотел поведать. С этого года у нас изменилась форма налогового уведомления и содержание налогового уведомления. Отличие существенное, на мой взгляд, и состоит в том, что в налоговое уведомление включены все объекты на территории Российской Федерации. То есть если раньше при наличии объектов в различных городах вы получали налоговое уведомление с нескольких налоговых органов, то начиная с текущего года вы получите одно налоговое уведомление, в котором будут поименованы все объекты с указанием тех инспекций, в которых эти объекты учтены. То есть это вот единственные изменения, которые связаны с уплатой имущественных налогов, или есть еще что-то? На что стоит обратить внимание? По сути это единственное для нашего края изменение. Но по существу, то есть те, какие изменения еще возможны у нас, да, и грозят. Тоже наверняка вы слышали, это введение кадастровой стоимости в качестве налоговой базы для исчисления налога на имущество физических лиц. Это то, что связано с землей? Это то, что связано со строениями. Со строениями? Да, с объектами капитального строительства. На территории Краснодарского края данная система в настоящий момент еще не введена. На самом деле подписан закон, и мы будем осуществлять исчисление налога на территории Краснодарского края, налога на недвижимость, исходя из кадастровой стоимости, начиная с налогового периода 2017 года. Со следующего получается? Да, но за 2017 год мы с вами помним, что мы платим на следующий год. То есть первое уведомление с расчетом налога на имущество, где налоговой базой будет отражена кадастровая стоимость, у нас будет в 2018 год. Это для Краснодарского края. То, что вы говорили чуть выше, получается, если я получаю единую бумажечку, уведомление по всем объектам, есть регионы, в которых это уже введено, и получается, что я могу получить... Теоретически, да. Если у вас объект расположен, не знаю, в Нижегородской области, Москва, например. Там уже платят по кадастру, и получается, что у меня там будет уже не совсем привычная мне налоговая ставка. Да, там будет отличаться налоговая ставка, и будет отличаться налоговая база. То есть что такое кадастровая стоимость? Это массовая оценка каких-либо объектов, но стоимость это приближена к рыночной стоимости. То есть настолько, насколько это можно сделать при массовом ее определении. Если позволите, если вы сможете ответить на этот вопрос, такой небольшой маленький нюанс, связанный с тем, что, ну вот я, допустим, зарегистрирован в нескольких социальных сетях. В какие-то я захожу достаточно часто, там, не знаю, по работе и по поле, а в какие-то я месяцами могу не заходить. Вот то же самое получается с порталом госуслуг или там с налоговой. Я могу заходить там каждый день, а потом 3-4 месяца не заходить, ну потому что я не считаю нужным. Мне какое-то уведомление придет, что у вас есть в личном кабинете какое-то письмо, которое вам нужно обязательно посмотреть. Понял ответ, понял вопрос, и на этот вопрос есть соответствующий ответ. Есть возможность, предусмотренная функционалом личного кабинета налогоплательщика, для уведомления пользователя личного кабинета о каких-либо изменениях, отраженных в личном кабинете. То есть для этого необходимо прописать свою электронную почту, то есть то, которое у вас есть на мобильном телефоне, которое вы часто пользуетесь, где вы видите всю информацию, ну постоянно, да. И на этот ящик с сайта налоговой службы придет уведомление о том, что у вас там либо изменились какие-то объекты налогообложения, то есть вы приобрели машину, грубо говоря, через какой-либо период времени, там вот месяц, в пределах, я так полагаю, месяца полутора, да, теоретически вам уже должно прийти уведомление о том, что налоговый орган узнал. Пора бы узнать это? Нет, пока только о том, что налоговый орган узнал и поставил на налоговый учет ваше транспортное средство. И в дальнейшем будет осуществлять исчисление транспортного налога в отношении этого транспортного средства. То же самое с домиком, с квартиркой, допустим. Абсолютно. То есть вы можете зайти, проверить эту информацию, что да, действительно это так. Далее там реализовано у нас подтверждение, то есть данные корректны или некорректны. Два варианта ответа. Да, нет. В случае ответа нет, данные некорректны, соответствующее поле необходимо будет заполнить. Давайте разбираться. В чем именно некорректность, да, автоматически все это дело попадает в налоговую службу. Мы своими методами уже выясняем, кто прав, мы или вы. Если какие-то необходимые уточнения, также через личный кабинет можем вас спросить об этом. Вполне удобно. Еще один немаловажный момент, мы так коснулись его вскользь, это то, что касается налоговых вычетов. Вот здесь в последнее время были ли какие-то изменения, потому что там, я знаю, недвижимость, там образование, здравоохранение, то есть вот этот весь набор, он остался для... Набор остался, более того, немножко расширилась возможность получения вычетов. То есть если раньше вычет у работодателя, то есть до окончания налогового периода, можно было получить только вычет имущественный, то есть вычет, связанный с приобретением жилья, то начиная с 2016 года данный порядок распространяется и на социальные вычеты. То есть и вычеты, связанные с лечением, с обучением. То есть себя и родственников. Да, также процедура, в принципе, осталась та же самая, то есть необходимо прийти в налоговый орган по месту жительства, подать соответствующее заявление, в течение месяца получить, можно не приходить в налоговый орган. Опять же, мы возвращаемся к личному кабинету. Получить в течение 30 дней уведомления о возможности получения социального вычета, ну или имущественного там как бы, обратиться к работодателю. Работодатель пересчитает с 1 января текущего года те налоги, которые уже были с вас удержаны, ну и, соответственно, в дальнейшем не будет удерживать ту сумму налога, которая отражена в этом уведомлении, которую подтвердил налоговый орган. И вот здесь, ну и такое лирическое отступление. Имущественный вычет, это может быть один раз там в течение жизни, да, у человека, а социальные там каждый год, их можно повторять, нет? Почти. По имущественному вычету, небольшая ремарка, до 2014 года действительно была норма, когда имущественный вычет получался один раз в жизни, но в пределах там сначала миллион, потом двух миллионов рублей. Трех миллионов, по-моему, или двух миллионов. Да. С 2014 года эту норму видоизменили, ну что, в принципе, с моей точки зрения вполне правильно. Суть в чем, если вы не выбрали эти два миллиона по одному объекту, то вы добираете ее. Да. Раньше этой возможности не было, теперь она существует. А то, что касается обучения, образования, здесь там... Принцип остался. То же самое. То же самое принцип. И тогда, ну так получается, что мы с вами всю программу говорим все-таки про личный кабинет и постоянно к нему возвращаемся. Помимо того, что люди следят за там своей некой налоговой историей, что нужно заплатить, что не нужно, что попадает, что не попадает, бывает ли на вашей практике, есть ли такие обращения, когда там конечный потребитель говорит, а вот здесь можно было бы что-то улучшить, да, в работе налоговых органов. Или там просто с вопросами, а как мне поступить вот так или вот так. Часто ли бывают вот такие обращения через личный кабинет или через портал? Не могу сказать, что часто, но тем не менее не бывает. И здесь более удобно, наверное, та форма общения, которая также реализована на сайте на нашем. Это, собственно говоря, форум, который есть на сайте налог.ру. То есть на этом форуме есть соответствующие подразделы, касаемые и улучшения работы, да, налоговой службы, то есть там, где можно высказать свои предложения какие-либо. Ну и онлайн-ответы, вопросы и так далее. То есть живо-живо все делать. Ну что ж, спасибо большое, Антон Владимирович, что пришли и ответили на наш вопрос. Уважаемые телезрители, мы сегодня говорили о работе налоговых органов, о взаимоотношениях нас, конечных потребителей и государства. Гостем нашей сегодняшней программы был Антон Дранишников, начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Краснодарскому краю. Еще раз большое спасибо. И вам тоже спасибо. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания.